Более 10 вопросов рассмотрели в четверг на очередном заседании депутаты Тверской и Городской Думы. Самым основным среди них было вынесение поправок в бюджет областного центра на текущий год, а также на плановые периоды 2021 и 2022 годов. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Среди изменений, которые одобрили парламентарии, стало предоставление субсидии муниципальному предприятию ЖЭК. Это единственная в городе организация, которая занимается уборкой улиц и тротуаров. В данный момент у МОПа появился ряд проблем. Кредиторская задолженность составляет 184 миллиона 600 тысяч рублей, в том числе просроченная почти 118,5 миллионов, что отвечает признакам банкротства. У них задолженность по зарплате есть небольшая, во-вторых, надо нам им их поддержать, потому что растет цена на топливо. Поэтому для того, чтобы организация была в работоспособном состоянии, им сейчас необходимо выделить вот эту субсидию. Согласно решению депутатов, МУП ЖЭК получит 15 миллионов 45 тысяч рублей. Эти средства помогут предприятию продолжить подготовку к осенне-зимнему периоду в штатном режиме. В рамках рассмотрения этого же вопроса депутаты внесли изменения в программу реализации предложений жителей в части расходования средств депутатских фондов. Поступают много предложений и просьб от школ города, в основном это образовательные учреждения, детские сады. И депутаты те остатки средств, которые у них еще оставались, они сейчас перераспределили. Такое решение поможет ускоренному освоению денег из депутатских фондов. Эти средства пойдут на укрепление материальной базы учреждений образования, домов культуры и на благоустройство парковых зон. Еще одно изменение продиктовано необходимостью перераспределения межбюджетных трансфертов, которые были выделены в рамках реализации закона о статусе Твери как города воинской славы. Экономию, полученную по результатам конкурсов, решено направить на ремонт тротуара и заезда на остановку общественного транспорта в районе нового здания Суворовского училища. В качестве городской доли софинансирования на объект направляется 2,5 миллиона рублей. Депутаты поддержали все предложенные коррективы.